На улице 6 января, а мы приехали к нашим друзьям в Реутов. Вот Реутов как выглядит. О, смотрите, салют. Салют в Реутове. Реутов или Реутов? Реутово, по-моему, говорят, вот так. Вот, в общем, мы в Реутове сегодня тусим. Тут снег убирают. Тут электрички ездят. Кстати, тут раньше всегда была пробка вот здесь на переезде. А сейчас построили мост. Вот, вон он, видите, мост вдали. Вот по этому мосту мы сюда без пробок приехали за 20 минут. Вообще красота. Это сибирский кот. А как его зовут? Тимоша. Тимоша. Он еще внимания не обращает на меня. Еще здесь живет злыдня Собакова. Посмотрите, какой охотник. Так это девочка, да? Да. А, то имя такое. Еня. Еня. Феня. Ага. Да, в ТикТоке с этими собаками всегда снимают, когда к ним даже хозяин руку подносит. А-а-а. Потом вот хоп и гладит ее. А прикольно. А мы сейчас будем играть в игру Кукарача. Ни разу не играл. Но я вижу то, что тут вилки и тараканы. То есть тараканы будут бегать по столу, им надо их мочить вилками, да? Нет. Нет. Ну, нам сейчас объяснят. Да, рассказывай. Берем по 7 треугольников, да? Да. Тебе не показывают, да? Раз. А ты будешь подсматривать? Спасибо. Три. Вот такие подставки. Я не знаю. Называется треугольная. Милан, ты же хочешь. И вот что у нас пока получается. Я проигрываю, набрал себе много. У Миланы тоже нормально. Выигрывают кто там? У тебя 4 давали? У тебя 5. А сегодня Рождество, посмотрите, какая прелесть. Мы думали, там сидит переднюю с шапкой. Да, мы думали. Чувак в шапке. Это кассовак сидит на переднем сиденье. У нас сразу миллион вопросов. Пристегнута на детском кресле. Ну что, всех с Рождеством сегодня. Сечеем января, а мы опять чешим гулять. Но мы пока не будем говорить, куда, потому что это секрет для Миланы. Но мы едем очень далеко. Нам ехать час, без пробок час. Представляете, мы едем в Тушинскую, на Тушино. В район Тушино. Это другая сторона от нас. Мы в Валашихе, а это в район Тушино. Мы с Востока едем, можно сказать, на Запад. На Семьера Запада. Но это стоит того. Я думаю, будет очень прикольно. И вас ждет впереди сюрприз. Ну а что будет дальше, пойдем гулять. А вот мы и на месте. Это гостиница Тушино. Нам нужно через арку пройти. В общем, это район Тушино. Тут Зюдо, смотрите-ка. Ну зачем тут склады такие, железная дорога рядом. Очень странный такой райончик. Ничего нет вокруг. Только склады такие, всякие центры. Так, на сайте было написано, после арки поверните налево. Ага, вот мы и на месте. После арки налево. И вот, вот этот тайный знак. Видите? Нам сюда. Ага, вот оно. Кстати, здание двухэтажное, но нам на третий этаж. Это секретная третья комната. Третий этаж есть секретный. Ага, надеть маску. Давайте маску валю. Да, давайте. Вот куда мы пришли. Банда. Так, вот наша дверь справа. Вот здесь. Да? Раздевайся, папа. Вау. Раздевайся на тресок. Чё, париться будем с енотами? В принципе, я вам все рассказал, только самый краткий. То есть самим тянуться и убраться на ручки нельзя, да? Да, целоваться нельзя. Мы разумности не объем. Они разбегутся всяким. Ну ничего в этом страшного не будет. Хорошо? И так, проходим по дому очень быстро, очень быстро. Заходим. Они у нас любят на ресторан. Знакомьтесь, это енот на сухе. Это брат сестру. И какие енотки добавятся? Привет. Не, важно не надо, так говоря, наклоняться. Это у нас единот полоскуны. Это Даймон Маличный енот. Я его вожу сюда в сарик, но не риску выпускать. Нет, ну я со всеми его практически выпускаю. Сегодня он что-то не в духе. Поэтому я его заходу. Вот видите, можно запрыгнуть, не подходи. А так он абсолютно спокойный, такой же, как все. Это у нас беста, беста-каралера, потому что у них матриархат. У енота в матриархат, поэтому она правит здесь всем. Это вот беста. Красота. Это у нас Фрэнк. Фрэнк любит ласку. Единственное енот, у которых никого еще не привык. Никого не в пусту. Так что он очень спокойно подойти к нему и играет. Вот этот? Да. Ой, давайте я попробую, какой он на ощупь. С енотом, как наибортированный, это все разбрасывается с енота. Поначалу, ему нужно воспитывать так же, как и детей, потому что, как раз таки, он немножко шалил. Она уже красивая. Как смотрит за всем. Это все было с нами. Вот. Ну, дальше, воспитание, воспитание, воспитание. Что? Детей кладешь? Ну, можно, можешь погладить. Вот так вот, я бы там больше гладишь, что это интересно. Такая жесткая у него шерстка. Да. Ага. Если бы вы погладили вот этого, у него намного мягче шерстка. Я его могу выпустить, если бы не... Все, он хочет мои шнурки. Он хочет мои шнурки. Да. Давайте взяли. Но он любит просто залезать на детей. Ну, это надо раздражать. Все, что? Ай-яй-яй. Не надо, не надо, не надо. Он с меня снимает кроссовки. Он прямо подлез туда. Да, ваши шнурки, кроссовки, им все особенно интересно. И мы протягиваем руку очень аккуратно и осторожно. Ну, видишь, кушается. Но он не то, чтобы укусил, он играется. Когда он кусается, он кусается... Ну, так, так, не знаю. Ну, как можно... А у него как кусается? Он? Так. Он кусается, как собака. Скажите, когда вам приносить корм. И смотри. Это Дэймон, его зовут Дэймон. Это у нас Лаки Лучана. Очень интересная история получилась. Лаки, влюбленный в Борис Тунг, веста Така Ролина. Она его выбрала, когда девушка выбирает себе партнера. Она ему откусывала, он не сын. Вот. Он ее добивал все две недели. Вот смотри, смотри, больше будет сальто. Она его отталкивала, отталкивала, но у них можно завести мини-гарем. Поэтому она его тоже выбрала. Он добился своего... Он снимает, снимает. О, тут ее нота, смотрите, вот. Это. Ванна. Он для каши. Две, для каши. Это то, когда у них пары в энергии. Они не знают, куда ее сбросить. И они сбрасывают ее именно туда. Или по камушке. То есть, они постоянно были в воде. Они подробно все. Даже не... Как тихо не кусают друг друга, аккуратно. После этого приема... Их можно брать за хвост, за расширство. И не больно, потому что у енотов очень толстая-толстая кожа. Они просто что-то иногда не делят. И вот так балуются. Если не страшно, братьте его. Они всегда не этим трапливают. Да? Да. Они сегодня трапливают? Нет. Ну, одного, правда, они, енотов, у нас сейчас там в изоляторе. Они не поделили одну игрушку. И посолили. Между друг другом. И один из енотов носух. И носух намного острее. Вот. Что, снялись, хотя бы, да? Носуха это тоже енот. Не, ну, в смысле, полоскуна. Да, она мощнее, потому что у нее зубы намного, намного жестче. Намного больше. О, тихо. О, Оля, давай фоткай мы ее быстрее. Ай-яй-яй. Ты хотела массаж вчера? Когда позавчера? Уличка в салоне. Улет, ушко. Так, не снимать, все хорошо? Да, давайте все хорошо. Мне даже шею меньше, ай-яй. Больно уже, да, наверное? Нет, 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 нет. Ну, вы скажите, как снять, я сразу сниму. Оля. Либо запах ваших волос. Шатку хочешь. Теперь это у вас не отцепится теперь. Ой, смотри, Лех как. Он проблев. Все, 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 все. Иди сюда. Скажите, как все, я его убираю. Да. Вам точно не больно? Даже не надо. Когда они почесывают, это иногда бывает неприятно. Да? Да? Да, 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 да. Еще раз, я пасачиваю. Оля, ты поведите, как из Вентуры. А это какой забежал? Который ласковый или нет? Или другой? Нет, это другой. Глаза прячем, глаза прячем. Очень нежные лапки. Да, нежные? Молодой человеку кусает. Джеймин, Джеймин, иди сюда. Дмитрий, дмитрий. Позволь, дмитрий. Ебой. Все, все, Джеймин, все. Тише, тише, тише. Что, покусал тебя? У вас понравилось, ему понравилось, ваша коллега. Смотри, они к нам привыкли, начали верить. Ты думал, что мы тебе посвиняем у тебя их. Да ладно? Да, там слюни. Ну все, у меня еще нет пока. Пойдем, пойдем, пойдем. У-у-у, смотрите, что он взял. Тише, тише. Да ему сам и этот, агрессор. Пойдем. Так, на меня хотел теперь запрыгнуть. Сейчас он немного подзрит, потому что мы закрыли. Он ждет, когда дверь откроет. Он ждет, когда дверь откроет. Не, я думаю, полчаса нам хватит. Я далеку вас приняну. Это эмоции, конечно. Милане хотят в карманы, пускай он проверяет карман. Он проверяет карман. А что у тебя в кармане лежало новое? Вот это. Все, проверяет карманы. Человек чистый. Опа. Ты увидел еноху? Еноты меня решили атаковать. Они увидели бумажку и захотели бумажку. Белочка, это не те орешки. Это бананы, да? Не бойся, не бойся. Тогда берешь на открытую ладонь. Ну, ну что ты? Тихо, тихо. Что ты забрали? Больно? Мне ничего не подсорочено. Да, чего они поцарапали. Давай, Серега, давай тут щипать. Возьми. Ты чего расстроен? Он прям прыжает. Ну, ну. Я же говорил, острые когти. Все, ест. На. На. Они некоторые еще надолые, вот так возьмем, раскидать, как эти. Будешь? Нет. Все, что съедобно. На. 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 Кто еще будет? Камера. Блин, а не мне камеру засел? На. А я снимаю. По меня есть. Будешь? Ну, что? Ты испугал бы, что ли? Смотри, как интересно кушать, да? Я хочу их обозначить. Конечно, может. Они, конечно, другие часы, там просто приедают. Потом они это все точно не съедят, что валяются. Потом выпускают. Пылесос здесь пройдет. Боишься? Нет, я не боюсь. Понравилось? Мне просто не пошло, щекотка. Щекотка, а? Да, ты, то есть, где ты делаешь на хамегу? Вот ты сам на хамегу себе. Так смотрит. Срывается. Нет. На тебе. Ну, что-то кинуло. Ай. Смотрите, носухи, они прям это, прям с рук едят, а еноты всегда ручками берут. Да, да, да. В чем разница, я говорил, что еноты, блускуны, они все руками сначала ручки взяты, а носухи нас в нос. И всегда они через нос. У них такой даже очень мягкий, приятный носик. Валя, иди сюда, смотри, я сижу с енотом. Сколько? Да. Таково-то очередь, Валя. Получить от енота любой. Это невероятно. Он очень быстро двигается, очень тяжело его сфоткать. Он очень быстро двигается, очень тяжело его сфоткать. Ай, ну все, тут успел. Да. Вон кто хочет мою камеру. Ведро, чья игрушка против енота. Все проверили. Что, вы с ними играете, вы игрушки даете? Да. Но им надоели игрушки, походу. Все-все наверх ползли. Так, ну что вам будет? Да не, все, пойдем. Так, а вот тут все тарифы, фоточки. Смотрите. Классно, кто на жидо ходит туда. Хоп, сразу. К енотам пошли. О, чемпионы. Ну что, еноты, это офигенно. 500 рублей. 500 рублей, друзья, это точно стоит. Офигительно за 500 рублей. Но без пробок, тем более, сейчас мы долетели. Офигенно. Полчаса 500 рублей. Вот у нас 4 человека. 2000 рублей отдали. Еще корм 200 рублей, чтобы их покормить. Еще там есть всякие мерчи можно купить. Вот. Потом у них еще есть своя кроличья ферма с кроликами. Вот. Зайкафе называется. Ну, Ковалев, подержи. Зайкафе. С другой стороны. Вот Зайкафе. Держите. Вот енот-банда, где мы сейчас были. У нас в инстаграм будут фотки, ссылки. Да. Получи скидку 5%. О, кстати, с этим буклетом. Мы могли еще сэкономить. А это жучки-паучки. Уникальное. Вот это интересно мне. Антикафе с жучками-паучками. То есть как в кошках мы сидели. Я предлагаю следующее. Вороть свои фобии. 15% скидка будет. Метро Сокол, улица Часовая. На Часовой. Я за кроликом. И, кстати, в кошках воняет сильнее. Здесь практически не пахло. А мы сейчас спорем куда-нибудь. Покушать. Но после того, как нас помяли, конечно, в ресторан лучше не ходить, мне кажется. Да ладно. Одмай. Мне колботки не порвали. Мне нравится вот это здание. Я всегда у меня обращаю внимание. Интересно, там переход прозрачный или нет? А, нет. Не прозрачный. Ну что, есть, кстати, прозрачный такой переход, по-моему, то ли в Малайзии, то ли еще... Белорусский вокзал. Обратите внимание магазин для взрослых. Шпили Вилли и нефритовый жезл. 18 плюс магазин. Нам туда срочно за колбасой. Ха-ха-ха-ха.